Мужчины, которые смотрят на вас на телеэкран или из зала на сцену, абсолютно уверены в том, что вы очень красивая женщина. Вы сами считаете себя красивой? Я никогда об этом не думала. Я никогда не думала, что я... Вообще я об этом не думала. Надо быть красивой, некрасивой. Мне важно было победить. Вот это было как бы главное мое значение. Предназначение в жизни. Может быть, детский сад так повлиял. Я никогда не была красивой. Я к этому привыкла. Но в детстве вы были эффектной девочкой? Нет. Я была гадким утенком. Ну так считалось. У меня сестра была красивая. С такими глазами. Она была красавица, а я нет. Но может быть, потому что я всегда была такой хулиганкой. Это не про меня. Меня это никогда не интересовало. Меня никогда не интересовало новое платье, что на меня наденет мама. Моя сестра всегда переживала, что у нее не такое пальто, у нее не такое платье. Для меня было это как какое-то колыхание воздуха. Я же не понимала, что она говорит. Ну иметь красоту мало, конечно. Очень важно ее сохранить. А с таким бытом у артистов, у гастролирующих артистов это очень сложно. Вот вы говорите опять-таки, когда начинаются гастроли, я сплю днем, а ночью переезжаю. Или вообще не сплю. На сценах, которые часто годами не моют, дышу самым пыльным воздухом на свете. Руки после концерта черные, хотя к полу не прикасаюсь. Вода в гостиницах нефильтрованная. Ем в самолетах. В самолетах уже не ем. Да, уже кризис. И как сберечь красоту? На самом деле мы состоим из того, что мы пьем, дышим. Да, к сожалению. Вот я имею то, что имею. Рецепт красоты, сказали вы однажды, мужчину в постель. Что такого я не могла говорить? Это я точно не могла говорить. Это не точный рецепт красоты? Рецепт красоты – это ваши мозги. И внутреннее состояние. Вот от мозгов и состояния, и все на свете. Мне кажется, что только глупый человек видит черты лица. Все остальное в глазах. Это провести хорошо время, чтобы вы были интересны, чтобы с вами было интересно. Это, конечно, как бы… Как это будет по-русски? Как это по-русски? Это гигиена. Да. Так, можно сказать. Запах и все остальное. Вот красота. Быть аккуратным, просто человеком. И не быть дураком, мне кажется, очень важно. Вы не скрываете, что вам 55 лет? В отличие от многих женщин, да не просто коллег по цеху, просто женщин. А потому что это страна такая. Правильно скрывают. Когда я в Америке говорила, что женщина выглядит настолько, насколько она выглядит, женщине столько лет, насколько она выглядит, они говорят, Лайма, а разве в этом есть какая-то проблема? Я поняла тогда, что на Западе вообще нет такого возрастного. Возрастной проблемы нет. Ну где на маникюренной бабушке в 90 лет водят машину? Конечно нет проблем. Вы вообще не можете называть Грэнд Мазер. Она не может быть бабушкой. У нее есть имя. Она женщина. И только приезжая в страну обратно после Америки, я вдруг опять, а сколько лет? А как люди раньше знали, сколько кому лет? Когда они считать не умели. Как это было? Вот интересно. Они, конечно, рано умирали, но все равно, у них все равно были браки на небесах. Как это происходило? Они же не знали, сколько у кого лет. Поэтому мне кажется, это настолько не имеет никакого значения. Может быть, моя тяга всегда к людям старше меня, а так меня воспитала. Я никогда не вижу, я не могу назвать старый человек, взрослый человек. Сейчас нет тяги к людям младше вас, нет? Нет. Они тупые. Понимаете, я никогда не променяю интересный разговор со взрослым человеком, с компанией красавцев, культуристов. Секс с юным. Да, никогда, никогда. Как вы относитесь к пластическим операциям? Отлично. Если человек чувствует, что это мешает, он должен избавиться от комплекса. Я считаю, что интересная профессия. Я была бы неплохим, наверное, хирургом-пластиком. Сразу подругали ухо. Да, мне было бы интересным, я бы с удовольствием была бы пластическим хирургом. Вот сегодня как происходит, это прекрасно. Другое дело, что доверять себя очень страшно. Я не видела вот такого эффекта, чтобы сказать, где ты делала пластику. Я пока не видела. Поэтому я повторяю все время, пусть они тренируются. Вы себя не доверяете? Пока нет. Может быть, я встречу такого человека, которому я доверю. И он мне скажет, что и как, и что было бы для меня лучше. Но так как для меня авторитетов нет, то я все равно подумаю. Ваша идеальная фигура – это следствие диеты? Да, нет. Или папа с мамой? Это гены. Папа с мамой. Вы можете есть все, что хотите, ни в чем себя не ограничиваясь. Нет, такого не бывает. Есть везунчики, да, конечно. Людмила Марковна? Да. Но вы спросите у нее тоже, что предшествует. Жареная картошка ночью спокойно. Нет, но неважно. Да, это ее делать, я об этом не могу говорить. Да, есть такие счастливые люди. Мне надо думать о том, что я ем. Потом, это еще философия, кроме всего прочего. Я уже говорила вам, что мы состоим из того, что мы едим, что мы пьем, чем мы дышим. Многие женщины на постсоветском пространстве, насмотревшись на тех, кто достиг какого-то возраста и остаются без зубов, сгорбленные, там, несчастные, панически боятся старости. Вы, кстати, Валера Леонтьев панически боится старости и не скрывает этого. Да, вы что? Я вам скажу глупости. Вы как относитесь к этому процессу? Вы понимаете, не стоит бояться стать старше. Потому что этим вы становитесь мудрее. У вас есть свои плюсы. Конечно, немножко несправедливо, что ты душой становишься красавцем, а внешне ты становишься менее привлекательным. А тело не поспевает. Да. Это как бы несправедливо. Но с другой стороны равновесие. Но для нас, для артистов, есть одно замечательное такое, ну как бы такое, мы все становимся старше вместе со своим зрителем. Чего бояться? Мой зритель становится со мной вместе, они моложе не становятся. Почему надо бояться этого? Мы уже говорим на одном языке. Они уже понимают, о чем я говорю. Мне интереснее с ним. Если молодые примкнут, ну, пожалуйста, примыкайте, набирайтесь муразом. А если нет, до свидания, вы мне не нужны. Это у нас второе интервью. Первое я брал у вас в 90-м году. До развала Советского Союза оставалось меньше года. И вы мне тогда сказали, что безумно интересуетесь политикой. Что вам нравится наблюдать за этими процессами. Это было то время. Это было прекрасное время. Как сегодня? Вы интересуетесь политикой или это ушло в сторону? Я должна знать, естественно. Что там, где? Я должна ориентироваться, что происходит в мире. Вот настолько. А иногда бывает, что я просто никогда не смотрю телевизор, вообще отключаю. Потому что я не хочу отрицательных эмоций. Потом, я понимаю, насколько зритель, который смотрит, он не всегда, не хочу никого обижать, они не смогут разобраться. Они не понимают тонкости, конечно. Да, не потому что они глупые, а потому что они недопущены. Не знают. Да, это как про меня. Вы никогда не узнаете больше, чем я вам дам знать. Конечно. То же самое и в политике. Политика настолько серьезная вещь и настолько глубокая. И настолько там много подводных и не самых чистых течений, что говорить, вот этот политик, вот этого я люблю, а этого я не люблю, это большая ошибка. Я помню, как когда-то я должна была участвовать в предвыборной кампании, неважно кого. И я уже окрыленная, что сейчас я еще какую-то песню хотела. И пришла к такому автору текстов, поэту Патрушеву из такой, Сережи, в Москве. Не путать с директором ФСБ бывшим, да? Нет, нет. Тоже Патрушеву. Нет, это не он. Может, это какой-то родственник, но полная противоположность. И он в это время голодал. Я помню, я пришла к нему, и все было темно. И я говорю, вот я должна сейчас выступить на этом концерте в поддержку. А он мне говорит, Лайма, ты не должна этого делать. Ты же его не знаешь. И я тогда подумала, действительно, я же его не знаю. Но только по его политической лозунгу. И лицом вроде ничего, да? Да. Но я же его как человека не знаю. Как я могу за него ручаться? И как-то эти слова оставили для меня много чего. Такое было пища для размышлений. Все эти 19 лет после развала Советского Союза, особенно из России, в адрес Украины, Грузии и других бывших республик, летят такие, несутся голоса. Эх вы, плохо вам было в Советском Союзе. Вот теперь там. Как вы там выживаете? Как выживает Латвия? Латвия выиграла от того, что вышла из состава Советского Союза. Понимаете, как смешно говорить? Эх вы. Это такое ощущение, как будто Боженька сидит на небесах и говорит, эх вы, ребятки, ну как? Не вы, не я, не кто-либо еще. Это опять-таки стечение обстоятельств, с которыми пришло время, и оно случилось. И никто в этом не виноват, и как бы никто это не создал. Так случилось. Мне кажется, самое ужасное, что может быть, это оглядываться назад. Конечно, я счастлива, что это случилось. Я обожаю Горбачева. Я каждый Новый год поднимаю тост, рюмку, говорю тост за Горбачева. Потому что он дал мне свободу. Нет ничего дороже, чем свобода. Это не понимают люди. Я вас понимаю очень хорошо. Я тоже его обожаю. Для того, чтобы, надо еще раз поносу получить, чтобы вспомнить. Да, мы были равны, у нас ни у кого ничего не было. Мы не могли мечтать о том, чтобы поехать и посмотреть, там, не знаю, как выглядит водопад в Канаде. Или как выглядят джунгли. Да как Болгария выглядит, нельзя было посмотреть. Да, да. Мы были как зверьки. В очередях. Еще до сегодняшнего дня нашего человека за границей видно. Он напуганный, он всего боится. Вот мы привыкли так. И поэтому вот эта свобода, это прекрасное чувство. Мне кажется, посмотрите на наших, на ваших, на ваших, на ваших детей, на внуков. Они знают свои права, они свободны, они знают языки. Они люди мира. Это такое счастье, вот чтобы не быть такому. Нет, нельзя, нельзя. Ты не прав, ты не соображаешь, тебе нельзя. Вот это ужасно. Не зря в японском языке нет слова «нет». Да. Понимаете, поэтому и для тех, кому сегодня хуже, я хочу сказать, что никто не виноват. Не ищите виновных. Вернуть нельзя. И нет смысла смотреть назад. Надо смотреть вперед. Что я могу сегодня сделать? Идти с камнями, как у нас в Риге, там кидали камни. Зачем разрушать? Вообще, что за инстинкт разрушения? Да, протестуйте, но без камней. Я за цивилизованный такой протест. Конечно, хорошо, если молодые люди участвуют в какой-то жизни политической, что ли. Ну, насколько они могут, насколько они понимают и знают. Потому что это их будущее. У вас не возникает в Латвии проблем из-за того, что вы работаете в России? Никто из националистически озабоченных ребят не говорит, вот, мол, продалась русским? У меня нет. Потому что я вам как-то вначале сказала, человеку можно обидеть настолько, насколько он обижается. Им неинтересно со мной об этом говорить, потому что я не раб. Я выступал до того, как развалился Советский Союз во всех сегодня уже странах. Тогда это были наши республики. И после того, как политическая платформа поменялась, я не собираюсь предавать ни свой публик, ни своих друзей. Ни свою родину. У меня нет такого чувства. Я с глубоким уважением отношусь к России, к Украине, к Казахстану, к Узбекистану, к Аджарии, к Абхазии. Не знаю, ко всем. Потому что это было... Я там везде бывала. И там публика была. Я там пела везде. И, конечно, я буду волноваться о том, что там прорвало, не знаю, трубу. Там случилась какая-то авария. Неважно, в Грузии это, на Украине, в России или при Балтике. Но это правда, что вам в Латвии кто-то сказал, что вы являетесь агентом то России, то Америки, то Израиля? Да, был один сумасшедший. Он сейчас, между прочим, в Думе. Далеко пошел. Естественно, далеко. Широко шагает Азербайджан. Был такой, как я вспомню. Широко шагаешь, знаете, штаны порвешь к этому плакату. Это у вас, может? В Азербайджане. Ну, это, может, уже потом остроумные ребята написали. Но долгое время в советское было именно то, что я говорю. Был один такой сумасшедший, который пришел, написал статью, что Лайма агент Израиля, Америки и России. Тройной. Ну, Матахаи, да, такая, конченная. Поэтому это сумасшедшая. Его фамилия была, по-моему, какой-то там сержант. Это был сержант. Соответствующая фамилия. Сержант. Я всегда говорю, сержант никогда не станет генералом, потому что он просто сумасшедший. Вы имеете косметическую фирму Лайма Люкс. Ну, сегодня я уже представитель компании Голдвул. Ну, и у меня есть свой салон Лайма Люкс. Я хочу вас процитировать. Вы сказали, в отличие от Пугачева, у меня все всегда получается. И творчество, и бизнес, и не обворовывает никто. Но Пугачева это, конечно, добавили, потому что кто-то, наверное, спросил про Пугачеву. Поэтому я сказал, это ответ. Вам нравится заниматься этим? У меня есть люди, которые этим занимаются. Профессионалы. Идеальный вариант. Каждый человек должен заниматься своим делом. Поэтому есть люди, которые все знают и этим занимаются. Вы одеваетесь со вкусом. И однажды сказали, что мне нравятся японские вещи. Люблю японский мужской дизайн. Да. Мужские вещи вам нравятся? Да. Я всегда думаю, почему. Не зря все дизайнеры геи. В основном. И я думаю, как же надо ненавидеть женщин, чтобы мужчинам столько уделять внимания. Какие у них бывают штучки всякие, которые просто необходимы женщине. И я думаю, вот в этом дело. Они нам просто мстят. Вы известная гонщица. Вы когда-то рассказывали мне, что по Юрмальской трассе гоняете на своей девятке, как сумасшедшая. Да, это было тогда. Юрмальская трасса осталась, девятки уже нет. Вместо девятки, я знаю, был Мерседес, который как-то угнали. Да, было такое. И вы сказали, что угонщиков не нашли, но они наказаны. Их отравили. Да, их заколдовали. Экстрасенсы напустили на них порчу. То есть не отравили, просто порчу напустили. Порчу напустили, да. В 16 лет на юге, вы рассказывали где-то, вы попали в настоящую перестрелку. Да. И двух ваших друзей посадили в тюрьму. И двух прострелили. Перестрелили насмерть? Нет. Подстрелили. Что это была за ситуация? Ну, это такая история, я ее рассказывала, на самом деле. Это случай в горах, мы уехали с концерта, и была авария. Оказалось, что в машине, с которой мы столкнулись, были милиционеры. И когда началась драка. Ну, они, в общем, начали драку. И когда драка началась, то я уже сидела и видела это в окно. Мои музыканты были, оказывается, сильнее. И они стали стрелять. Один человек стал стрелять. И перед моими глазами падал один, потом другой. Как в кино, да? Да. Я два раза была в такой ситуации. Вот один раз на гастролях, а второй раз в 90-х в Латвии. Когда у нас, вот как Белый дом брали, так было в Литве было, когда танки шли. И в Латвии было тоже шторм на МВД. И как раз мы с Раймондом Паусом находились напротив этого здания. А напротив, это старая Рига, надо понимать. Ну, не старая Рига, это Рига, это 10 метров. И от нашего здания стреляли. Это было очень страшно. После этого я не люблю салют. Я видел трассирующие пули. Все остальное время мужчины падали, но не от пули, а от вас. Пусть они стоят лучше на своих ногах. Вы пишете стихи, это правда? Я не могу об этом говорить, потому что они никчемные. И читать мы их не будем? Нет. А книги пишете тоже, я знаю, что третью книгу вроде пишете. Где две? Это я просто баловалась, болтала. Я пишу третью в своей главе. Просто очень хотели, чтобы я это сказала. Я сказала, да, я пишу. Ничего я не пишу. В 14 лет мама привела вас к гадалке. В 12. То, что гадалка нагадала, сбылось или нет? Сбылось. В то советское время нельзя было предсказать, что, тем более я знал, что я буду врачом, что я буду гастролировать по миру. Что вообще моя профессия будет разъезды. Разъезды. Сначала, а потом и по всему миру. Она это сказала, да? Да. И что мы все переживем полный переворот политический. В общем, это тоже тогда нельзя было. Это было просто смешно. Мы все вышли, мама, моя сестра, я и говорили. Она нам сказала всем одно и то же. Ха-ха-ха. Лайма в переводе с латышского означает «счастье». Вы счастливый человек, имя совпадает с вашим ощущением внутренним? Со временем ощущение счастья, оно короче. Потому что... Острее. Можно так сказать. На самом деле нет. Самые острые ощущения – это юношеские, детские. Вот когда по-настоящему ощущаешь счастье, оно бесконечное. А сегодня – это только мгновение. Поэтому, когда ты становишься взрослым человеком, то ты уже неотъемлемая часть, мне кажется, земного шара. Поэтому, что бы ни происходило справа-слева, на тебя влияет. Поэтому, как маятник, который там случился, а он на тебя как-то повлиял. И, конечно, где же твое счастье? Как я могу радоваться, если на Украине не в порядке что-то, к примеру? Как певица, которая шлифовала свой талант и голос в лучшем советском варьете, вы остаетесь ярой противницей фонограммы. Сколько раз я видел ваши выступления на концертах. Это всегда был экспромт, это всегда было живое, классное, не похоже на предыдущее пение. И поэтому, коль наша беседа подходит к концу, я бы хотел просто удивить миллионы зрителей тем, чтобы вы что-то напоследок исполнили акапельно, хотя бы куплет. На каком языке? На любом. Демократии. Вот именно. Весна кунайзеталума. Весна кунайзеталума. Весна кунайзеталума. Сакас весно гала. Это поется о том, что все приходит и уходит вдаль. А потом начинается все сначала. Весна кунайзеталума. Продолжение следует...